Басовская Наталья Ивановна Российский историк-медиавист Доктор исторических наук Профессор Заведующий кафедрой всеобщей истории Историк архивного института РГГУ Директор учебно-научного центра Визуальной антропологии и гоистории Содиректор российско-американского центра Библистики и иударики Специалист по истории средних веков Западной Европы То, о чем мы будем говорить сегодня Хронологически отстоит далеко От наших дней Я предложила проекту Академия Лекцию на тему Духовной жизни Атмосферы и культуры Эпохи раннего средневековья В Западной Европе Изучением западноевропейского региона Его средневековья занимает всю жизнь Но наиболее непосредственные Мои, так сказать, углубленные исследования Были посвящены более позднему времени Тому, что называется зенитом И осенью средневековья 13, 14, 15 века Но по мере хода времени И знакомства с литературой Источниками в целом по эпохе Я все больше углублялась туда Оборачивалась назад Прекрасно понимаю Что для того, чтобы что-то объяснить Вот в более близком мне времени Надо посмотреть на корни Истоки Как когда-то, начиная заниматься Столетней войной Я думал, что я буду заниматься Именно в 14, 15 веках А ее истоки оказались в 11 12 Так и здесь Стремясь представить эпоху Средневековья И цивилизацию Средневекового Запада А это именно самостоятельная Цивилизация Оказавшая огромное воздействие На культурное развитие Европы, безусловно Но и всего мира тоже Потому что Европа со временем Сколько-то расширилась Очень расширилась За счет центра и восточной ее части Мы сегодня уже в другой Европе Западноевропейский регион По сравнению с этим маленький Европа продвинулась со временем На новый континент Американский То есть ее место Ее значение В истории мировой культуры Огромно И чтобы понять Почему она сложилась такой Почему она так сильно повлияла На весь последующий мир По крайней мере На культурное развитие Захотелось обратиться К истокам Не самым первым Самым первым Мы дойдем с вами до рождения цивилизации И это так Это тоже важно Но все-таки Раннюю страницу Средневековой жизни Вот что сегодня Хотелось бы вам представить И с какой целью Первое Это глобальная Которое я сказала Европейская цивилизация В целом Очень значима А значит и любая ее страничка Любая ее грань Нам тоже интересна И вторая Задача Которая меня привлекает В разговоре об этой теме Диалог с прошлым Одно из пониманий Исторического знания Состоит в том Что это форма Нашего диалога С прошлым Человечества Ну а значит и с самими собой Понять Прошлое Понять самих себя Понять какие-то страницы Предыдущие Представить И ощутить Дело важное Ну по-моему Одна из очень важных задач Исторической науки Вот одну из главных задач На сегодня Я хочу попробовать вам Предложить вместе Представить Что творилось В головах людей Эпохи Раннего Средневековья В Западной Европе Западная Европа Избрана потому Что это была Арена Гигантского Феноменального Явления Какого-то гигантского Эксперимента Поставленного Ну не знаю кем Судьбой Природой Историей Я напоминаю вам Это место Где Произошло Слияние двух миров Погибший Уходящий Никогда не ушедший До конца Западной римской Цивилизации Одной из Величайших В истории Человечества И Слияние С новым Миром Германцев Пришедших Когда-то Со скандинавского Полуострова В момент Падения Рима В основном Из Зарейна Из Придунайских Областей Из Причерноморских Отовсюду Варусский мир Ринулся туда В ослабевший Рим Об этом была Целая лекция В прошлом цикле Проекта Академия И вот они пришли И это великое слияние Великий глобальный Синтез Миров Я называю их Римский мир И германский мир Состоялся Ну и как же Жили люди Одно дело Слова Глобальный Исторический Синтез Слияние миров Это Достаточно Академично Звучит Для Отстраненного Исследования А как они Реально жили Что влияло На их жизнь И прежде всего На то Что я сегодня Предлагаю Рассмотреть На духовную Обстановку Атмосферу Культуру Духовность Мыслительную Деятельность На первый взгляд То что Оставило нам Наследство Культура Раннего Средневековья Выглядит Немножко Причудливо Ну изображения На порталах Романских Церквей Ах какие Странные Немножко Детские Человечки Какое Что-то Какое-то Наивное Огрубленное По сравнению С античным Искусством Как будто Упрощенное Даже Немножко Занятное Какие-то Они Странные Плохо Нам Понятные Литературных Произведений Почти Нет Большая Часть Общества Невежественна Откуда Мы о них Тогда Узнаем Итак То что Называется Источники Для изучения Этой Темы Прежде Всего Это Произведения Римских Писателей Позднего Времени Которых Часто Называют Последние Римляне Поздние Сочинения Ну например Самого Последнего Великого Римского Историка Амиана Марцелина И многих Других Я их еще Назову Это Памятники Документы Так называемого Германского Права Первое Что они Записали Толком Законы Наивные Законы В которых Смешался Рим В каких-то Пропорциях Их Германские Традиции Где есть Судебный Поединок Где Клятва Какая-то Что я Вот не Виноват Или Чтобы Родственники Помогли Платить Штраф Совершается По ритуалу Варварскому Человек Без обуви Без пояса С колом В руке В солической Правде Повествуется Будущая Франция Должен прыгнуть Через плетень Без обуви Без пояса Сколом В руке Прыгнул Чудо Как только Прыгнет Трое Ближайших Родственников Должны Помочь Ему Платить Штраф До этого Он бросал В них Горсть Земли То есть Чистое Варварство Но И элементы Права Уже Судья Приговор Штрафы Это Варварский Мир Но Что-то Он Оследовал И многое От Рима И вот Мы Попробуем Все Соединяем И такие И такие Источники Документы Христианской Церкви Грамотные По-настоящему Грамотные Пишущие Люди В эту Раннюю Эпоху Средневековья А это Ну Шестой Десятый Века Например Вот Очень условная Граница От шестого До десятого Размыто Одиннадцатого Немало Историческое Время Больше Четырехсот Лет Главными Пишущими Людьми Непосредственно В это Время Непредшествующие Когда Последний Рим Не писали Христианские Писатели Христианская Мораль Идеи Христианской Церкви Правильное Поведение Христиан Они Несколько Нравоучительны Но неестественны Для своей Эпохи И наконец Замечательные Визуальные Источники То что я Назвала Вот такими Свообразными Изображениями Украшения Соборов В самом конце Этой эпохи Книжная Миниатюра Она появляется Уже при Карле Великом А вот условно До невода Восьмисотого Года Я это время И предлагаю Рассмотреть Книжная Миниатюра Скульптурные Изображения На христианские Темы Орнаменты Которые пришли От германцев Это все Картинка Их мира Ну и литература Об этих Временах Много пишут Историки Писали и пишут Я только назову Ну просто Тех кто ближе Всего к нашей Современности И чьи работы Вы можете Почитать Это Очень известный Наш медиевист Арон Яковлевич Гуревич Целая серия Его книг Любая Интересна Для понимания Мировидения Человека Средневековья Владислав Петрович Даркевич Историк Археолог Вот Например его книга Оргонавты Средневековья Это очень Много дает С иллюстрациями О представлениях О мире Ментальном Умственном мире Интеллектуальном мире Человека Этой эпохи Виктория Ивановна Уколова Наша современница Моя коллега Серия ее книг О вот этих Поздних римлянах Последних Трансляторах Римской Культуры В Средневековье По-моему Замечательно Интересны Ее молодой Очень ученик Павел Петрович Коренков Две его книги О Кассиадоре Тоже великолепно Рисует Как именно Перетекало То что осталось От римского Наследия В раннее Средневековье Перечислять всех очень долго Но повторяю Все эти работы Читаются Замечательно Интересно И представляют Целый мир Этого Средневековья Итак Бросим взгляд На Культурное Бытие Человека Западной Европы Между Пятым Условно Вы помните Условная дата падения Западной Римской Империи Условная 476 год Переворота Садакра Чистая условность Так вот Реально Ничего такого Особенного Не произошло Но после Кризиса Третьего века Весь четвертый Пятый век Размывается Рим И расселяются Растекаются По нему Германцы И вот там Рождается Что-то Посмотрим Что Первый взгляд Поверхностный Очевидный Упадок Культуры Ну Грамотность Населения Западной Европы Никто не подсчитывал Точно Резко Снизилась Если на стенах Древних Помпей В раскопках Обнаружено Множество Надписей Разного Содержания Что пишут На заборах И в лифтах Шутку Скажем Современных Мы можем догадаться Но значит Владели письмом Люди Разного уровня На стенах Гладиаторских школ Тоже так не очень Такие возвышенные Надписи Корявой рукой Но писали Грамотно было население Ну а что говорить О римских писателях Это Утонченный слог Утонченная Стилистика С наступлением После великого Переселения народов Вот этого Раннего средневековья Уровень грамотности Не то чтобы снизился Рухнул Абсолютное большинство Населения Не владеют Ни письмом Ни чтением Вот этот вчерашний Германский мир Или остатки Низших слоев Римского общества Их абсолютное большинство Это другая Цивилизация И очевидно Более Ну менее подвержена Интеллектуальным занятиям Если сравнить С золотой античностью То получается Ой Презвительный взгляд На них Но это неправильно Так смотрели на средневековую культуру И духовность Итальянские гуманисты Ну которые в 15 веке И дали название Этой эпохи Средние века Что за средние Между высоким взлетом Культуры В античности И прекрасным возрождением А тут что-то такое Такое О чем мы сейчас говорим Век французского просвещения В 18-й век Вообще Заклеймило эту культуру Как Недостойную Высокой оценки Назвав ее Готикой Мы сейчас скажем Готика Это утонченная Архитектура Прекрасная Живопись Скульптура А для них Готика Это культура Готов Готы Одно из северогерманских племен Видимо пришедших Со скандинавского Полуострова Потом Вместе Великого переселения народов Перемещавшихся По Европе Много и по-разному Но назвать это просто Искусством варваров Тоже по-моему Неправильно Каковы же они были Где их самоценность Попробуем вглядеться В их собственные ценности Для того чтобы понять Каково было Духовное Бытие человека Я напомню прежде всего Те факторы Которые его определяли Ну вроде эпиграфа Я взяла фразу Из работы Современного Двадцатого века Французского историка Эдмона Паньона Книга называется Европа в тысячном году Вот Граница того И он заглядывает В более ранние времена И восьмой Там у него век И седьмой Мне очень понравилась фраза Куда бы ни шел человек В эту эпоху Раннего Средневековья В западной Европе Он шел через лес В современной Западной Европе Человек Который пойдет По ней пешком Лес будет искать Некоторое время Наверное найдет Но это Уже очень Это Была Другая природа Другая ситуация И когда Вот в ней Произошло Разрушение Городов Оно произошло Римских городов Прекратилась Интенсивная торговля Она прекратилась Такая Подвижность Этого мира Пришло Случилось То что Я бы назвала Первым фактором Определяющим Духовную жизнь Низкая Коммуникативность Жизни В западноевропейском Регионе В эту эпоху Мы живем В супер Коммуникативном Мире Сбрось Мне На СМС Он в Твиттере Это В общем Полярная Это высочайшая Степень Коммуникативности Это не значит Что она предельна Да видимо Тоже будет меняться Но по сравнению С тем миром Куда бы не шел Человек А он в основном Шел Если он перемещался Он шел Через лес В этом смысле Мы контрастны При Снижении Подвижности Этого мира Оно связано С тем Что Он очень изменился По сравнению С Римом Я назвала бы Его главные черты Что случилось Аграризация Абсолютно Возобладала Аграрная жизнь На время Западная Европа Стала Аграрной По преимуществу Не стопроцентно Не абсолютно Но по преимуществу Земледельческие занятия Основные И какие Земледельческие занятия Это Замкнутое Натуральное Хозяйство Человек Замкнут На своем Надели На своем Куске земли Пришедшие На территорию мира Рима Простите Германцы Чаще всего Как-никак По-разному Но делили Землю На всех Наивная Варварская Имеет Свои прелести И нам И тем Кто тут был Но не все Что у них было А так Передел И хозяйства Замкнулись На эту Закрытую Жизнь Натуральное Хозяйство Торговля Ну по крайней мере До Десятого века Большого значения Не имеет А раз нет Перемещения Продукта Нет перемещения Человека Это Замкнутый Мир И из него Возникает Второй фактор На мой взгляд Решительно Влиявший На Кругозор И ментальное Существование Человека Сужение Его Мировидения Его Кругозора Он мало Что видит Мало Что знает Те Кто пришли Так называемые Варвары До этого В своей Предшествующей Биографии Видели Больше Они много Перемещались Среди них Были даже Кочевники Ну например Гунны Ну которые Много Видели Но миру Ничего Не подарили Но и Германцы Прошли Большие Пути Были в разных Краях И вот Как будто Мир остановился В основном Для большинства Людей Мир заканчивался За околицей Деревни Вот Ну известно Вот конец Нашей деревни Вот там Пройдешь через лес Конечно Через лес Будет еще деревня А дальше В тумане В каком тумане Я об этом скажу И так вот это сужение Кругозора Некая такой Стоячая Атмосфера Это очень важно И фактор номер три И четыре Они очень родственны В этой ситуации Объективно Сложилось И субъективно Поддерживалось То что можно назвать Монополия Христианской церкви На духовную жизнь Не то что Кто-то захватывал Ее больше никто Не мог взять Грамотными Пишущими Мыслящими Людьми были Служители церкви Школьное образование Сосредоточилось Вокруг монастырей И соборов Больше негде И это Объективная ситуация С одной стороны Говорит о том Что на какое-то время Эпохи раннего Средневековья Христианская церковь Еще сама Относительно молодая Я напоминаю Что Рим Принял христианство Не так давно Только в четвертом веке Миланский дикт Константина О веротерпимости 313 год Никейский собор Который принимает Символ веры 325 В 330 Построена Открыт Так сказать Константинополь Как новая Столица Христианская Она потом Станет православная А пока Единое христианство То есть церковь Остается с одной стороны Единственным источником Просвещения Знания А с другой стороны Вольно Было Было такое произведение Откровение Апостола Иоанна Богослова Созданное Примерно В 68 69 Годах Раннехристианское На острове Патмос Одном из Греческих Островов Этому Человеку Открылось Некое Видение Того Что ждет Этот мир В неопределенном Но обозримом Будущем Это произведение Так и называется Оно Откровение Апостола Иоанна Богослова Стало одной из книг Нового Завета Раннехристианской Церкви И эта книга Постепенно Влияя на умы И служителей Церкви И паствы Легла В основу Того Что называется Эсхатологией Средневековой Христианской Эсхатологией Учение О конце Мира Это давило На сознание Человека Средневековья Безусловно Насколько То, что мы никогда Не узнаем И есть разные Ну, с нюансами Точки зрения Специалистов Опирающихся На одни И те же Источники Итак, попробуем Развить Каждый Из этих Теисов Представить Эти факторы Чуть подробнее А потом И как Выглядело Их То, что Они сами Создавали Как духовное Итак, вот Низкая Коммуникативность В чем она выражалась Помимо того, что Разрушились Связи В одном из Синодальных статутов Эпохи раннего Средневековья Было сформулировано Такой тезис Только худые люди В смысле Дурные Плохие Не худые Тоненькие А плохие люди Покидают Свои родные Места Вот Нет тесных Связей И не надо Не ищи Ничего Будь здесь Вот сиди В той самой Грядке На том самом Участке земли Который тебе Предназначен Это будет Долго Развиваться И разовьется В зависимость Человека Крестьянина Простого человека Это будет Не скоро А пока Не надо Твой мир Здесь Сочетание Низкой Коммуникативности Малых Передвижений И Всеобщей Малой Грамотности В среднем Порождало Фантастические Представления Об окружающем Мире Сохранились Сведения Как Виделся Им Мир При этом Они опирались В своих Представлениях На Данные Так называемых Последних Римлян Но Это данные Из Античной И Относительно Науки Слово Наука Там Применяется Условно И мифологии Древний Человек Сливает Миф Сплавляет Миф И науку И постепенно Не пополняясь Ничем Новым Ибо тот Древний мир Кончился И последние Римы Не ушли Он превращается В какой-то Сплав Полуфантастических Представлений Об окружающем Мире Итак Символами Отдаленности Были Два Слова Индия И Африка Еще античным Авторам Было известно Что есть Они признавали Три Части Мира Европа Индия И Африка Под этим Разумелось В общем Весь свет Насколько Он был им Известен Край Света Считался Реальностью И очень Долго И ходили Твердые Рассказы О том Что на краю Света Побывал Александр Македонский Вот его Слава Пережила Все перевороты Все катаклизмы И великое Переселение Народов Тоже Итак Есть Согранились Даже изображения Александр Македонский Средневеков И раннего Средневековья На краю Света Край Света Выглядит Примерно Как Край Этого Стола В этом Скульптурном Изображении А он Стоит На краю Довольно Таки Вроде бы Испуганно Заглядывая Туда Но трусом Его Средневековье Не сделало В легендах Он был Очень боевой Я еще Расскажу Об этом Но в общем Немножко согнувшийся И слегка испуганный Ведь не надо Ходить далеко Да А он пошел А это гордыня И населяли Эти Символы Отдаленности Индии Африку Фантастическими Рассказами Мифологической Традицией Например Твердо Считалось Что где-то В Индии Это достаточно Точное Определение Где-то В Индии Живут люди Которых В одной из драм Александра Николаевича Островского Странница Феклушина Зовет Люди с пёсими головами Помните? Это символ того Александра Николаевича Что вот Какими представлениями Живет этот Купеческий мир Подчас Кого слушает И чему верит А это Считалось В общем тогда Ясно В соглавце Кинокефалы Что не существует О них сведения Сообщались В ранее Средневековых Таких сборниках Типа энциклопедий Они якобы Умеют ткать Когда появляется Подробность Усиливается Вера в реальность А скажи Просто Тело человека Голова собаки Можно ещё и не поверить Но если известно Что они умеют ткать Это уже гораздо Более убедительно Это аргумент Едя сырое мясо Ну ясно Раз собачий элемент И объясняются С помощью Жестов и лая Жесты от человека Лая от собаки Всё Картина Очень убеждающая В африканских Пустынях Считалось Живут Паноти Так их называли Маленькие Человечки С очень Большими ушами Они Многократно Изображены На порталах Романских Церквей Эпохи Раннего Средневековья В особенности В соборах По течению Луара Например Во Франции В Германии Если очень внимательно Изучать Вот эту вязь Каменную Они все там найдутся И эти Которые ткать умеют И вот эти Паноти Маленькие Человечки С огромными Ушами Есть изображение Где Паноти Спряталась В эти уши Как в домик Как в створку Раковины И вспоминается Западноевропейская Сказка Шарль Пиро Конечно Восходящая К средневековой Традиции Бабушка А бабушка А почему У тебя Такие большие уши Да Раз большие То что Чтобы лучше Тебя слышать Поэтому Про Паноти Зафиксировано У них Хороший слух В этом Что-то Очень детское Если Если ухо большое То слух Замечательный Вот для нас Через эти Маленькие реалии Я хочу раскрыть Дух Этой культуры Этой цивилизации Ночью Прячутся В створке Своих ушей Как в домик Как в раковину Очень характерное Представление О времени В эту эпоху Надо сказать Что античность Подарила Этой новой Европе Этой новой Еще неизвестно Во что Превращающейся Европе Подарила Солнечные часы Водяные Какие-то Способы Измерения Времени Но это же Не массово Это И не всегда Есть солнце Поэтому Время Измерялось Очень приблизительно Например В разгаре В зените Средневековья Знаменитый Французский Король Людой Девятый По прозвищу Святой Который имел По-моему С полным Основанием Ему надо было Засечь время Которое Она отводит Для молитвы Там уже У нас много Подробностей Рассказывают нам Современники Людойка Девятого Тринадцатого Века У него была Свеча Определенного Размера Он зажигал Эту свечу Начинал Молиться И молился Пока Уходила Эта свеча Абсолютно Точное Измерение Времени Ну а в раннем То средневековье Хуже того Первые Механические Часы В Западной Европе Появятся В четырнадцатом Веке На Допустим Башне Городской Ратуши Городского Муниципалитета Центра управления Но на них Будет одна Стрелка В котором Часу Говорим мы По сей день В котором Часу Достаточно Чтобы стрелка Показала Который Час В минутах В общем-то Не нуждались Это будет Гораздо позже Минутной стрелки А в раннем Средневековье Вообще Биологический Измеритель Времени На Рассвете В полдень И на закате Достаточно Им хватало Этого Измерителя Между прочим Традиции Вот Казнь На Рассвете Будет жить По-моему Ну В восемнадцатом Веке Еще точно Будет жить Это Единственный Измеритель На Рассвете В полдень Надо уже Работать Для римлян Позднего Времени Этот Пришедший Новый Мир С его Наивностью Простодушием А в общем Варварством Ну конечно Сначала Было Очень Пугающим Как Амиан Марцелин Когда описывал Гуннов Он вообще Писал Что это Какие-то Существа Немыслимые Это умнейший Наблюдательный Римлянин Апиан О соседях Германцах Вот он Бургундов Описывал Эти орды Поющих Орущих Косматых Пахнущих Чесноком Дикий мир Но он Пришел И он Расселился Их Описывают Современники Он сразу Не может Измениться Вот например Был такой Епископ Григорий Турский Который в шестом Веке писал О правителях Королевства Франков Он как Христианский Служитель Церкви Пытался Проповедовать Добро Гуманность Этим Диколатым Людям Назвавшим Себя Королями Сказать Король Не значит Стать Королем Они назывались Короли Ракс Но это Вожди Вчерашние Племенные Вожди И вот Он например Ступился За каких-то Молодых Людей Колонны Это Полусвободные Люди Прообраз Будущих Крепостных Они посмели Вступить В брак Не спросив Своего Сеньора А уже Рождается Феодализм И Казнь Наказать Епископ Заступился Не разлучайте Попросил он Молодых Людей Хорошо Один из Мировингов Не буду Их разлучать И приказал Закопать Их живьем В землю Вместе То есть Мир Мир Варварства Дикости Жестокости Он Очень Подготавливает Естественную Монополию Церкви На Духовность Трансляторами Римской Культуры Через Христианскую Церковь Были В общем Вполне Определенная Группа Людей Которых Я Сказал Называют Последние Римляне Я Назову Некоторых Из них И мы Представим Себе Сколько Ж Чего Стоило Им Передавать И с Какими Сдержками Передавалась Римская Античная Образованность В этот Новый Поющий Мир Лохматый И пахнущий Чесноком Я Назову Например Очень Известного Человека Боэций Он Жил С 480 По 524 Или 26 Годы Значит 5-6 Век Вот Самое Начало Условное Начало Средневековья Происходило С Знатного Римского Рода Анициев Получило Образование В Александрии И В Риме Еще Античное Образование Хотя Рим Юридически Христианский Но Школы Еще Есть Какие-то Центры Культуры Живут А Дальнейшая Его Жизнь И Как мы Сегодня Скажем Карьера Это Это Служба В качестве Очень Приближенного Человека Очень Близкого К власти У Короля Остготов Теодориха В общем-то Одного Из племенных Вождей Вождь Остготов Восточная Часть Германцев Когда-то Со Скандинавского Полуострова Потом Прошли Через Черноморье Между Речи Днепра И Дона Тоже Побывали В Крыму Побывали Были Разгромлены Гуннами Находились Под властью Гуннов Двинулись По Нонию Будущую Венгрию Потом Когда После смерти От силы Гуннское Давление Ослабилось Они Восстали Против Гуннов И Наконец Поселились Северной Италии Их Центр Равенна Вот Такой Кочевники Многолетний В прошлом Их Вождь Теодорих Видимо Умный Видимо Дальновидный Для своей эпохи Человек Он Пытался В меру Своего разумения Не отказаться От античного Наследия А приспособить Его К новой жизни К своим Соплеменникам Потомкам Вот этих Которые прошли Вот такую Часть Европы Это не всем Нравилось Между прочим Не всем Нравилось Но он пытался И возвышал Вот этого Умного Образованного Боэция Очень сильно Сначала он Назначил его Консулом Где он взял Название Этой должности В Риме Это другие люди Но назвал Консулом Потом стал его Первым министром Главным советником Это не нравилось Многим 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 И завершилось Так Как должно Было Завершиться В 524 году Боэци был Обвинен В государственной Измене Понятия На все времена И Арестован Как бы судим Самим королем Теодорихом Ждал казнь То ли год То ли два И в ожидании Казни Он не сомневался Что его казнят Написал Знаменитое произведение Утешение Философии Умное Тонкое Рассуждение Разговор Как бы С своей душой Не идеально Христианской Но стремящийся К каким-то Высоким Добродетелям Человек Должен Свою волю Сопоставлять Соизмерять С Божьей волей Божественным Указанием Но в то же время Оставаться Человеком Какое-то такое Презхристианское Частично христианское Но достойное Уважение Философское Рассуждение До этого Он написал Еще другие труды В частности Например Учебник По музыке Но музыки Понимаемый В античном смысле слова Об образовании Я скажу Во второй части Лекции Коснен Быть Римскими Советниками Этих Фактических Варваров Было сложно Таких людей Несколько Я назову Еще Кассиадора Который Тоже Был приближен К Теодориху И пытался Внедрить Римское наследие Лучший путь Внедрить им Римское наследие Написать историю Как Великие Античные Авторы Но историю Готов Их Историю Ну конечно С некоторым Таким Римским Оттенком Вот он сам Воплощенный Синтез Она не сохранилась Но известно Что он писал Сохранились Письма Записки Рассуждения Его Которые называются Вария То есть Разнообразное Что-то Историю Церкви Его труды Популярны были На протяжении Всего Средневековья Римлянин он Да По происхождению По складу ума Но служит Кому Чью историю Пишет Готов Может это Не влиять На содержание Того что он Пишет Не может И влияет Сюда же Надо отнести Сидора Сивильского Тоже Писавшего Очень важные Труды И среди Главная История Королей Готов Вандалов Исвевов Все понятно Они и римляне И не римляне Ну и наконец Марциан Капелла В первой половине Пятого века Написал Он родом был Из Карфагена Но это не Пунический Уже Карфаген Это провинции Рима В Северной Африке Уже и происхождение Нестоличное Потому что В Риме Это самый Эпицентр Разрушения И знания И ученость Расползаются Вот он Например В таком Очаге Который Северной Африке Одним из очагов Образованности В ранние Средние века Стала Ирландия Вдруг Туда В монастыри Перебрались люди Укрылись От ужасов Происходящего И вот Он написал Такое сочинение Которое называется Художественно Просто О браке Филологии Меркурия А по существу Вся школьная Ученость Античного Римского мира Замешанная На древних Представлениях О науках Он ее там Сконцентрировал И этот учебник Был главным Основным На протяжении Всего Средневековья Я Хочу как раз Показать На примере Школьного Образования Как Осуществлялось Вот это Духовное Лидерство Христианской Церкви В смеси Зародившимся Новым Варварским Миром Который Тоже Меняется Менялись Обе Стороны И одним из Главных Рычагов Этих Изменений Была Система Образования Да Мир Саид Газин Нет Такой вопрос Как Говорят Средневековье Часто Ограничивает Свой взгляд Именно Европейским Средневековьем И Почему-то Обходит Вниманием Ислам Ислам Средневековье То Что Происходило В Японии В других Странах Мне кажется Это как-то Странно И Как вы Могли бы Объяснить С удовольствием Отвечу Что я думаю По этому Поводу Естественно В нашем Образовании Гуманитарном Традиционно С давних Пор Есть некий Европоцентризм Понятный Для европейцев Мы европейцы В этом сомнений нет Что бы ни говорили Другие Хотя большая часть Нашей территории Это континент Азии Но мы европейцы Россияне И есть элемент Европоцентризма Чем дальше на запад Тем он выше Это не есть такое Целенаправленное Поведение Есть там Урезоны Во-первых Европейский мир Вот создавший Блистательную Античную Цивилизацию Он узнал Восток Глубоко узнал Небыстро Попытка Александра Македонского В четвертом веке До новой эры Слиться с Востоком Не состоялась Попытка Крестоносцев Покорить Восток В средние века О чем будет Как планируется Моя специальная лекция Не состоялась Самое первое Описание Востока Это тринадцатый век Это Марко Полу Но это маленькая книжечка Которой Не все доверяли То есть Первое Это недостаток знаний Что касается Японии И представлений О Японии В Европе То даже Марко Поло Проведший Долгие годы При дворе Китайского императора О Японии Написал Фантастические дела О том Что он слышал Он туда не попал Но что там Как только Выйдешь На берег островов Все дома Под золотыми крышами Вот он В этом убеждении Остался Итак Это недостаток знания Потом Несколько Столкновений И довольно Тяжелых Столкновений С Востоком Когда Восток Дает отпор Христоносцам Это же Неполюбовные договоренности Это войны Что касается Там Кочевников С Востока Которые Для Руси Были Очень важны Это тоже Неполюбовные отношения Видимо Все это В какой-то мере Сказалось То есть Это конечно Некое Наследие Европоцентризма Но я с радостью Говорю вам Что оно сейчас Понемножку Нивелируется Идет такой процесс Нормальный процесс Углубленного Интереса Европейцев К цивилизации Востока Какие бы Омрачающие моменты Не случались Чем больше Знаешь Прошлое Тем Спокойнее Взвешеннее Понимаешь Что судьбы Человеческой Цивилизации Непросты Но И небезнадежны Это мое мнение АПЛОДИСМЕНТЫ